Здравствуйте, дорогие друзья! Я вас приветствую в программе «Салон» по изучению Библии. Мы с вами продолжаем двигаться в познании инструментов, которые позволяют нам выходить победителями. И даже если где-то произошел какой-то сбой, с этим разобраться, а значит окрепнуть, значит помочь большему количеству людей. Иисус, когда опустился с горы, то сразу проблемы, они его там ожидали. Не в смысле проблемы у Иисуса, а проблемы для того, чтобы Иисус их решил. Поэтому у нас с вами есть точно такая же возможность и закономерность, когда Господь позволяет нам представлять Его на земле. А значит люди, которые вокруг нас с проблемами, это не для того, чтобы мы от них прятались, не для того, чтобы мы их боялись, а для того, чтобы начинали их решать и делали то, что раньше еще никогда не делали. Если вы видите рядом больного человека, предложите ему возложить на него руки и помолиться. Если вы видите ситуацию, которую человек не может сам решить, попросите его возможности поучаствовать с ним. Я понимаю, что Иисуса просили, за ним шли, но сейчас пока идет речь о том, что люди не знают, что тебя можно попросить. А если ты начинаешь в этом двигаться, то результаты они уже будут призывать множество людей, которые захотят также получить ответы. И надо сказать, что очень ярко и много отвечает Господь на молитвы за тех людей, которые еще его не знают. Именно потому, чтобы показать свою благость, показать, что у него есть желание иметь с ними диалог и в принципе дать человеку еще шанс и возможность сделать выбор в адрес Иисуса, а значит спасение души, чтобы было обеспечено самому человеку. Такие вопросы, которые встают перед нами сегодня, я хочу, чтобы мы помнили, когда Иисус опустился с горы, то это была и проблема, с которой он столкнулся, это были ученики, которые терпели поражение уже в данный момент, это был отец, который знал, что стоит Иисусу появиться, и будет ситуация решена. И это были понимания со стороны Христа, что это противостояние, причем достаточно конкретное противостояние, и надо это помнить. А раз противостояние, то это могут быть перевесы хотя бы в процессе, пока человек направляется к цели. И что касается последнего пункта, о котором мы с вами говорили, это наличие веры для решения вопросов. И веры связаны именно с Богом, вера Божья, которая позволяет нам прийти к полноте результата. Но последняя фраза в этом отрывке такова. «Сей же род изгоняется только молитвою и постом». С одной стороны, мы понимаем, что это делает Бог, а не мы. То при чем тут наши молитвы и наши посты? Но с другой стороны, надо понимать, что каждый раз, когда мы прикасаемся к ситуации, связанной с духовным миром, нам надо самим быть достаточно крепкими. Что происходит во время поста? Если вы помните, Иисус из пустыни, где Он находился 40 дней в посте, вышел в силе Духа. Сила Духа — это речь шла о Его человеческом Духе. Он был окрепшим за это время нахождения в пустыне. И поэтому то, что мы с вами можем для себя понять и принять как урок. Если мы продолжаем проводить время в молитве, то я могу созерцать Божье лицо. Я могу находиться под Его рукой, в Его присутствии, на Его груди, дышать Его атмосферой. А значит, это укрепляет меня. Если мы рассматриваем молитву как диалог, если мы рассматриваем молитву как время, проведенное на горе, то это то, что действительно сделает меня сильнее. Поэтому наличие Божьей веры на той платформе, на том плацдарме, который я создаю молитвой и постом, ища причины, которые дают сомнению ко мне приходить, которые не позволяют, может быть, двигаться дальше и больше, чем я это делала до сих пор. То есть молитва и пост нужны нам. За это время происходит укрепление духа, укрепление взаимоотношений с Богом, растет вера, а после чего мы можем изгонять эту нечистоту. То есть не то, что наличие поста и молитвы дает вес для слова, чтобы изгнать беса, но это дает крепость нашему духу, это дает ясности нам, что делать, потому что в это время поста – это же не голодовка, а это отношения, это время, которое мы проводим с Богом. Независимо от того, может быть, ты находишься где-то в тайном месте, либо ты на работе и постишься, но дух твой на связи с небом. Дух твой открыт для божественной работы. И поэтому, друзья, я хочу, чтобы мы для себя это приняли. Кто хочет двигаться дальше и больше, практика молитвы и поста будет неотъемлемой частью нашего укрепления, нашего становления. И в этом смысле, у кого еще нет этой практики, начните это делать. Как минимум по одному дню в своей жизни, задавая Богу вопросы, конкретные вопросы, не просто пост ради поста, а время анализа, время общения, время ответов на вопросы. Вы ему задаете, но вы же и получаете от него ответы. И поэтому я вас благословляю. И желаю, чтобы мы, как армия Христа, как его представители, как те, которым надлежит пожать последнюю жатву, собрать все это в житнице, то для этого нам необходима крепость. Для этого нам необходимо понимание, что мы с вами наступаем на врага, тогда, когда сами имеем крепкий дух, тогда, когда властью, данной нам от Бога, но человеческий дух должен быть укреплен. И ангелы приступили и служили Христу, тогда, когда он уже вышел из этой пустыни, и он тогда пошел уже полностью в свое призвание. И вы помните, что он как раз взял тексты из пророка Исаии и прочитал «Ду Господа Бога на мне, ибо он помазал меня. Он послал меня благовествовать нищим, послал исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, отпустить измученных на свободу». То есть это уже полнота картины его призвания, которая, она ему была ясна, но теперь он вышел в силе духа и помазание принял на эту крепость, помазание то, что сходило с небес. И теперь открывались для него двери для той конкретной деятельности, которую надо было ему еще осуществить на земле. Поэтому мы сегодня представители Христа. У нас есть сегодня это же самое полномочие укреплять свой дух, а значит и питаться больше от его хранилищ. И соответственно, то, что нам предлагает Господь, в данном случае ученикам, он сказал эту фразу, «Сей дух изгоняется только постом и молитвой». Это какая-то категория. Это определенная статусность нечистого духа. И, кстати, тоже интересный такой момент, который стоит здесь обговорить, потому что некоторые говорят, нас Бог не посылал вот на таких людей. Мы можем помолиться за больных, можем помолиться за какие-то ситуации, но вот изгонять, освобождать, Он нас не посылал. На самом деле Иисус, сказав, что «Се даю вам власть наступать на всякую силу вражью», сюда входит всякая категория. Но ученики, когда они встречались с одной категорией, справлялись. Тут они подошли, независимо от того, что это мальчик, там оказалась другая категория. И поэтому просто мы с вами, имея полноту власти, приобретаем новые возможности, уроки принимаем, тренировки принимаем, чтобы с каждой категорией мы справлялись, а не отступали. И потому я вас благословляю, друзья, быть людьми, которые знают, что делают и для чего живут. Но мы с вами двигаемся дальше по тексту. Во время пребывания в Галилее Иисус сказал им, «Сын человеческий, предан будет в руки человеческий, и убьют его, и в третий день воскреснет, и они весьма опечалились». Помните, что ученики для себя представляли Мессию как реформатора, как того, который освободит их от римского ига, который сядет на престоле, уже здесь, на земле, они будут рядом служить ему, они будут его министрами, образно говоря. Но вдруг он говорит, что ему надлежит быть преданными в руки человеческие. Так что же такое в руки человеческие, друзья? Это значит, здесь не будет вмешательства Божьего до определенного момента. И Иисус это понимал. Человеческая природа, которая завистлива, и вы знаете, что именно зависть, она погнала Иисуса на крест. Потому что фарисеи-книжники, они увидели, что за Иисусом пошло больше людей, чем за ними. Они, как вожди, им показалось это оскорбительным. И потому они искали повода, чтобы его предать Риму. Хотели избавиться от Рима, а в то же время использовали как инструмент в своем зле, в своей зависти. Иисус видел всю эту картину целиком. Он показывал ученикам, что вот эта природа зависти, природа ненависти, природа гордости, она пойдет сейчас впереди. И таким образом Иисус показывал ученикам перспективу, которая их явно не радовала. И они огорчились, что Сын человеческий будет предан в руки человеческие. И убьют Его, и в третий день воскреснет. И они весьма опечалились. Не видели они выхода в этой картинке. В другом Евангелии написано, что они не поняли этих слов, но боялись спросить Его. На самом деле Иисус понимал, что они до конца не ведают то, что Он им говорит. «Когда же пришли они в Капернаум, то подошли к Петру, собирателе Дидрахмы, сказали, «Учитель ваш не даст ли Дидрахмы?» Он говорит, «Да». И когда он вошел в дом, то Иисус, предупредив его, сказал, «Как тебе кажется, Симон, цари земные с кого берут пошлины или подати? С сынов ли своих или с посторонних?» Петр говорит, с посторонних. Иисус сказал ему, «Так, сыны свободны». Прежде чем мы пойдем дальше, я хотела бы здесь, друзья, показать вот эту разноплановость самой главы. Дело в том, что каждый человек, который оказывается в теме своих перспектив, да еще таких болезненных, то не хочется переключаться на другую тему, а хочется, чтобы тебя поняли до конца, что тебя ждет. Что толкает людей на такое ожидание? С одной стороны, это самосожаление часто, когда человек просто хочет в себе сострадания. С другой стороны, это просто понимание, что Иисус вот хотел от учеников, чтобы они не рассеялись. Ему надо было понимание сути вещей, что они поймут, почему он это проходит. С другой стороны, это может быть просто поиск внимания к себе. И такое может быть. И то, что мы с вами сегодня можем наблюдать за вот подобного рода темой, которую Иисус выражает, то еще в одном Евангелии, в Евангелии от Луки, вот в этом контексте, когда он сказал, что Сын человеческий будет предан в руки человеческие. То есть природа человеческая, она будет здесь как бы на царстве. Она будет управлять сейчас с самим Богом, Его Сыном, Его природой неба на земле. И в другом месте, когда они побоялись Его спросить о том, что они не поняли, следующее, что они спросили, а кто же из них больше? Посмотрите, как часто в нашей жизни подмена состояния, подмена понятия может приходить. Именно потому, что ты не понимаешь главного, не понимаешь сути вещей. И то, что для Иисуса сейчас очень важно, чтобы они услышали, они пропустили. Но в данном контексте мы видим, что там переключение пришло на дидрахмы, на налоги. Опять такая приземленность. Но храм надо нам содержать. О храме мы поговорим уже в следующий раз, но здесь я просто хочу сказать, что стоит храм, в котором обитает сам Бог, Иисус. И однако, его распнут, не обнаружат, не увидят. Этот храм надо содержать. А вот этот, его надо убрать. Он мешает. И потому в данном случае я хочу с вами, друзья, посмотреть на ценности глазами неба и в нашей жизни. Как часто мы переключаемся от важных тем к срочным, от тех, которые нас беспокоят, так и не доведя до конца то, что надо было договорить, что надо было понять, что надо было проанализировать. Я хочу вместе с вами сейчас совершить эту молитву, которая позволит нам, главное называть главным, второстепенное, второстепенным, и не попадаться на различного рода срочные запросы. Небесный Отец, я благодарю тебя, что у нас есть такая возможность сегодня говорить с тобой об этом. На самом деле, в своей жизни мы далеко не всегда обнаруживаем, что есть главное. Прости, что эти подмены часто приходят в нашу жизнь. И сейчас я молюсь к тебе за каждого человека, кто является свидетелем и этого эфира. Помоги нам знать ценности и силы поста и молитвы. Без молитвы мы не можем совершить дело, которое ты нам поручил. Пост – это то, что позволит нам окрепнуть. Молитва позволит нам знать твою волю, слышать тебя, понимать тебя. Благослови нас, Господь, не пропускать главные темы, которыми ты наделяешь наш дух. Благослови нас, разделяйте эти темы с тобой, погружаясь в ту глубину, в которой мы можем увидеть понимание мудрости твоей там, где люди ужасались, не понимали, что происходит. Благослови нас, Господь, потому что без тебя мы это освоить не можем. Но с тобой мы пройдем эту дорогу. Я благодарю тебя, возлюбленный Господь, потому что ты, начав у нас доброе дело, обязательно свершишь до дня твоей славы тот процесс преображения, с которым мы уже встретимся с тобой. Я благодарю тебя, что в твоем присутствии все горы, они уходят. И мы можем сейчас просить у тебя о мере веры, которая сдвигает горы. И потому гора проблем, гора неверия, гора сомнения, гора заниженной самооценки, гора зависти. Какая бы ни была гора перед нами, мы говорим, уйди из дороги. Ты равнина. Потому что Господь дал нам право молиться и получать ответы. И мы принимаем сейчас это право в молитве изменить ландшафт, изменить мышление, изменить свое состояние, чтобы настроение наше было подвластно небесам. Я благодарю тебя, Господь, что ты поможешь это сделать. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Всего доброго, друзья. До новых встреч. Я вас благословляю пройти через практику молитвы, поста, крепости духа, прорыва и побед. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok